Привет, дорогие! Ну что, в столице опять слякоть, а на Дальнем Востоке разверзлись небесные хляби, и ледяной дождь оставил без света сотни тысяч человек. Но не переживайте, в Евпаторе вообще отключили горячую воду до Нового Года. Не поверите, главред сегодня говорит о погоде. Особенно меня будет интересовать погода, оставленная нам Ноябрьским Синодом. В центре заседания Синода стоял резкоконтинентальный вопрос о поминовении кипрским архиепископом Хризостомом митрополита Епифания с Украины, которого русская православная церковь вообще за священнослужителя не считает. Наш Синод в свойственной ему манере, естественно, запретил упоминать теперь самого Хризостома, ну и причащаться с ним тоже запретил. Кипрский Синод на момент записи этого видео тоже не поддержал своего патрона, а четыре местных епископа даже выступили против него. Ой, скандал там. Я представляю себе реакцию зрителей, которые не знакомы с нравами и традициями мирового православия. Ну, не помянул, так не помянул. Ну или помянул, так помянул. Какая разница? Но дело в том, что название имени в христианстве – это сущностная вещь. Это означает признание. Какая в сущности смешная нашла жизнь, хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени. В этой непогоде есть еще одна важнейшая деталь. Если раньше, когда некоторые конфликты между первой иерархией церквей приводили к тому, что сами церкви переставали друг с другом общаться, им было запрещено причащаться вместе, ходить и молиться в одних храмах, то теперь, когда Украина стала яблоком раздора между Русской Православной Церковью и Константинополем, РПЦ объявила тоталитарный бойкот только Вселенскому Патриархату. В прочих случаях, если вдруг кто проявляет лояльность к раскольникам на Украине, наши просто журят отдельных епископов. И это очень важно. В этом есть великая надежда, что наступает время новой соборности. Для христиан всего мира, ну, по крайней мере, православного мира, тех людей, которые могут сохранять между собой общение, невзирая на политические амбиции церковного руководства. Если в перспективе это руководство захочет сохранить единство со всей своей паствой, им придется как-то между собой договариваться. Иначе назревает революционная ситуация, когда верхи не могут, а низы не хотят. С наступлением холодов по всей территории России развернулся и пресловутый ковид. По прогнозам медиков, до Нового года количество заболевших будет только расти. В связи с этим Синод разрешил переносить заключительные епархиальные заседания на будущий год, при необходимости, причем с продлением всех должностей. То есть, если кто-то занимал должность и должен был ее оставить в конце этого года, то еще годик он с ней проходит. Кого-то это радует, кому-то нет. Но интересно, что это, конечно, в первую очередь касается Москвы. Именно за отчетом патриарха, который является епископом нашей столицы, так внимательно наблюдают многие каждый год в это время. Там есть и интересные новости, и очень ожидаемая статистика русского православия. В прошлом году именно на таком епархиальном собрании святейший патриарх говорил о возможном применении русского языка на богослужении. Но если к епархиальным собраниям меры применены, то в большинстве храмов, в абсолютном большинстве храмов, с этим проблемы. Разметку-то на полу нарисовали, но людей же не построишь как забор. Да и причащаются по-прежнему все одной лжицей. А мятая маска, которая неделю лежит в кармане, это вообще условность. По этим же коронавирусным причинам назначены заместители членов высшего общецерковного суда. Ну, на тот случай, если вдруг кто приболел, чтобы его можно было заменить, и судопроизводство не останавливать. А владыки сейчас болеют часто. Во-первых, они почти все в группе риска, а во-вторых, это раньше можно было погреть косточки. Там на Кипре или в Стамбуле. А теперь, извините, ни эпидемиологическая ситуация не позволяет, ни церковные отношения. Остается только Крым без воды, курорты Краснодарского края и Святая Земля. Хотя там, кстати говоря, вводились жесткие карантинные меры. Родина Деда Мороза, Великий Устюг. Теперь попала под духовное окормление владыки Вологодского и Кирилловского Саввы. В прошлом году Дедушка Мороз отказался от своих саней, потому что снега не было. А в этом году так он и вовсе в группе риска. Ему вообще из дома выходить нельзя. Как там договорится митрополит и владыка детских потех, окажет время. Печальные дожди пролились в Казани, где от коронавируса скончался владыка Феофан. Сейчас замещать кафедру поехал Йошкаролинский и Марийский Иоанн. Но это, скорее всего, временно. Вообще говоря, из-за проклятого ковид в мир иной отошли уже десятки, если не сотни священнослужителей. Если пастырский вопрос у нас толком не стоял, то кадровый обострился с новой силой. Так мы узнали, например, что председателем церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения назначен преосвященный митрополит Тверской и Кашинский Амбросий. Мало того, что, оказывается, существует такой совет, так еще и ужасно интересно, что же понимается под русским церковным пением. Неужели церковно-славянские гимны на греческий манер? Или все-таки кто-то хочет молиться по-русски? В целом, надо признать, в этом году в Центральной России аномальная теплая осень. Даже кипрский скандал как-то не вызывает дрожи. Любопытно только, что владыка Хризастон почему-то считает, что до 1917 года вся Украина буквально всеми руками тянулась в объятия Константинополя. И только проклятые большевики, вот цитирую, подчинили Москве различные демократии и прекратили поминовение Вселенского Патриарха. В действительности же православие на Украине всегда лихорадило от национальных амбиций. И этим как раз очень умело пользовались и большевики, и немецкое руководство, которое устанавливало фашистский порядок на захваченных территориях. Ну, естественно, времен Второй мировой войны. Ой, да что нам постоянно пенять на Украину? У нас с вами под носом известный олигарх Константин Малафеев принял решение создать политическое движение «Царьград». Это чудище объединяет в себе и депутатов от ведущих политических партий, и экс-прокурора, отправленного в отставку за шалости с экскортницами Юрия Скуратова. Мыслителя тьмы Александра Дугина, муфтия, журналиста и еще много всякой всячины. Читаю. «Участие выборной кампании 2021 года в Госдуму «Царьград» примет в качестве общественного контролера. Кандидатам, уличенным в русофобии, оскорблении чувств верующих, искажении исторической правды и умалении значения подвига народа при защите Отечества, будет оказано всевозможное законное противодействие». Казалось бы, вроде как правильно, но даже сами эти слова, сами ярлыки говорят о том, что будет все ровно наоборот. Что трактовку «нормаль» будут задавать именно эти контролеры. «Вахтер и техничка! Твари дрожащие или власть имеющая?» И Малафеев заявляет. «Нет, мы не партия, но мы власть». Многие эксперты уже высказались, дескать, вот такая православно-полицейская дубина лезет в политику. Дорогие, тут от православия только ладанный налет и яичная пасхальная скорлупа. А сердцевина – это чистый большевизм. Я напомню, что политика – это искусство компромиссов для выживания в мире всем. А церковь – это не от мира сего. И всякое смешение этих жанров всегда порождает разделение. Не русский язык, не литургические особенности, не какие-то богословские взгляды, а именно политические амбиции отдельных людей. Так было, есть и будет, покуда смерть не разделит одних и воскресенье не объединит других. Не будем же спешить с этим выбором, пока запасемся теплыми шарфами, горячим чаем и пониманием, что погода – это дело духовное. Скорее, она зависит от нас, чем мы от нее. Да, прогноз, собственно. Ну, что я могу сказать? Особенно жарким ожидается 2021 год, потому что уже сейчас составлены списки неугодных священников, и чистки патриархийных рядов будут продолжаться. На 2021 год запланирован архиерейский собор и еще много чего интересного. Но об этом главред поговорит отдельно, а пока лайки, комментарии и, конечно, колокольчик. Все с вас, остальное с меня. Пока!